Здравствуйте! Вы смотрите программу «Мое утро». Меня зовут Игорь Рисберг и сегодня мы проведем его вместе. Начнем с международных новостей. В Берлине рыцари вместо коней оседлали велосипеды. Очень интересное времяпрепровождение у рыцарей. В Берлине любители истории надели средневековые рыцарские доспехи и сразились в бою. Но на этот раз они оседлали железных коней. Как оказалось, во время битвы усидеть на них нелегко. Впрочем, трудно здесь и побеждённым, и победителям. «Когда держишь копьё и ударяешь противника, могут пострадать рука и запястье. Поэтому бывают и такие травмы, не только ушибы. Но это в худшем случае. А так обычно лишь несколько зарапин и ушибов». Велосипеды используют не только в бою, но и в других дисциплинах. Каждый железный конь проходит специальную подготовку. «Большую часть времени я слежу за этими велосипедами, чтобы люди могли на них ездить. Я также забочусь о том, чтобы не было травм, то есть убираю любые детали, которые могут поранить наездников. Это моя работа». Участники фестиваля также померились силами в массовом сражении. Правда, на этот раз все спешились. Средневековые бои на велосипедах проходят в Берлине в восьмой раз. А сейчас вы узнаете о вредных привычках, которые нас старят. Вряд ли кто-то из нас желает преждевременной встречи со старостью. Тем не менее, сами того не подозревая, мы забираем у себя молодость. Сегодня продолжим тему о вредных привычках, которые воруют нашу красоту. И поговорим о тех, казалось бы, безобидных занятиях, которые нас старят. Поехали! Стремление к мультизадачности. Если ваш список дел никогда не уменьшается, стресс от чрезмерной активности может отравлять тело. Люди думают, что мультизадачность это хорошо, но на самом деле вы ничего не доводите до конца, а просто создаете больше стресса. Исследования подтвердили, что хронический стресс приводит к высвобождению свободных радикалов, что влияет на процесс старения. Специалисты советуют, вместо того, чтобы пробовать успеть сделать все, сосредоточиться на одном задании, а как только завершите с ним, двигаться дальше. Регулярные телемарафоны. Провести весь день за любимым сериалом – это одно, а вот регулярный и ежедневный просмотр телевизора уже очреват проблемами со здоровьем. Игнорирование крема вокруг глаз. Даже элементарный уход за кожей должен включать хороший крем для глаз, который предотвращает появление морщин. Кожа вокруг глаз очень тонкая, и на ней быстрее появляются признаки старения. Увлажнение этого участка остановит старение лица на несколько лет. Наиболее эффективны крема с содержанием витамина А, увлажняющих компонентов антиоксидантов гиалуроновой кислоты и витамина С. Такие средства способствуют образованию коллагена и эластина, что поддерживает упругость кожи и предотвращает появление морщин. Ультрафиолет. Ускорить старение организма может как избыток ультрафиолета и игнорирование солнцезащитных кремов, об этом мы говорили в одном из предыдущих выпусков, так и нехватка ультрафиолета. В очередной раз просиживая весь день дома, вспомните, что дефицит витамина Д негативно сказывается на вашем внешнем виде. Не беречь руки от холода. Возраст выдают руки, если не ухаживать за ними, начинают появляться такие крайне неприятные явления, как пигментация, шелушение, кожа грубеет и появляются морщины. Перчатки и варежки оберегают кожу рук от мороза и ветра. Часто тереть глаза. Эта привычка приводит к тому, что нежная кожа вокруг глаз начинает растягиваться. Это может спровоцировать появление мешков под глазами и мелких морщин. Использование дешевых контейнеров. Глобально привычку экономить можно отнести к полезным жизненным навыкам, но важно придерживаться золотого правила – на здоровье экономить нельзя. Знаете ли вы, что некачественные пластиковые контейнеры могут заражать продукты синтетическим эстрогеном, который вызывает возникновение вредного жира? Обязательное правило – держать пластиковые контейнеры вдали от солнечных лучей. Доверяйте только проверенным маркам и в данном случае не гонитесь за дешевизной. Оказывается, творог на ужин и кефир перед сном мешают похудеть. С чем же это могло быть связано? Давайте с этим разберемся. Все знают, что углеводная еда вызывает высокий уровень глюкозы и, соответственно, повышается уровень такого гормона, как инсулин, задача которого – снизить высокий уровень сахара в крови. Но вечером высокий уровень инсулина играет с нашим процессом похудения очень злую шутку, а связано это с еще одним гормоном – самототропином. Его же называют еще гормон роста. Он мобилизирует жиры из депо и заставляет наш организм использовать для своих энергетических затрат во сне именно их, а не привычную глюкозу. Но проблема в том, что самототропин не выделяется при высоком уровне инсулина. Это одна из причин, почему нельзя есть углеводы перед сном. Действие гормона роста в этом случае просто блокируется. Выделение самототропина имеет четкий ритмический характер в течение суток, и пик его выделения приходится на раннюю фазу сна. Это значит, что если вы ложитесь спать поздно и сразу проваливаетесь в глубокий сон, плюс ужинаете неправильно, то вы лишаете себе возможности худеть во сне. Вы спросите, так при чем же тут молочные продукты? Это же в принципе белковые, а не углеводные. Оказывается, что вся молочная продукция, за исключением сыра, имеет высокий инсулиновый индекс, то есть провоцирует высокий выброс инсулина в кровь. А сывороточный протеин, то есть молочный белок, вызывает самый сильный инсулиновый ответ по сравнению с другими животными белками. Молочные продукты делают уровень инсулина выше, чем можно было бы предполагать по имеющимся в них углеводам. Так, у молока гликемический индекс 30, невысокий, но вот зато инсулиновый индекс 90, очень высокий. И это неспроста, ведь инсулин стимулирует рост массы тела, поэтому способность молока его увеличивать ускоряет рост детей. Так что же тогда есть на поздний ужин, спросите вы? На самом деле вариантов не так-то и много. Спасательным кругом в этой ситуации для вас являются овощи и зелень. Они имеют низкий гликемический и инсулиновый индекс. Исключение – такие приготовленные овощи, как картофель, морковь, свекла и тыква. Но не переживайте, добавок овоща можно съесть также легкие белковые продукты, например, такие как яйца, филе птицы или нежирную рыбу. Пожалуй, это и есть весь список безопасных продуктов на ночь. Поэтому, если вы следите за своей фигурой и своим здоровьем, я рекомендую брать с вечера молочные продукты и углеводы. И самое важное, помните главное правило похудения – тратить калории больше, чем их употреблять. Будьте здоровы и будьте в форме! Пока-пока! А сегодня мы узнаем несколько школьных советов, которые помогут вам в учебе! Субтитры создавал DimaTorzok 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 У меня есть младшая сестра Саша, и я всегда задумался, как укрепить ее детский иммунитет. И пару советов об этом мы услышим прямо сейчас. Ребенок часто болеет, пропускает занятия, маме приходится брать больничный для того, чтобы побыть с ним дома. Знакомо? Удивитесь, но чаще всего причины тому бывают психоэмоциональные. Я много работаю с маленькими детьми и часто наблюдаю такую картину. В большой группе есть дети, которые практически не болеют, а есть те, кто посещают занятия один или два раза в месяц. Сейчас я объясню, к чему это происходит и что делать родителям. Сильный стресс Сильный стресс – одна из причин снижения защитных функций организма. Вообще сильные эмоции способны вызвать болезненное состояние у ребенка. И причиной тому является психосоматика. Поэтому очень важно, чтобы ребенок с удовольствием ходил на занятия. Задача родителя – закрепить в подсознании ребенка положительные ассоциации с садиком. Помочь в этом может простой ритуал. Вместе с ребенком по дороге в садик придумывайте сказку. Начало утром, а продолжение вечером, когда будете идти домой. Давно известно, что большая часть иммунных клеток находится в желудочно-пишечном тракте. Составляя сбалансированный рацион для ребенка, имейте в виду, что сладкое возбуждает нервную систему. Поэтому его желательно минимизировать, чтобы избежать проблем со сном и соблюдением режима дня. Кстати, если ребенок многокапризничает, в этом может быть виновата индивидуальная непереносимость определенных продуктов. Поэтому даже самое полезное питание может не подходить именно вашему ребенку. Умеренные физические нагрузки положительно сказываются на здоровье детей. Это и закаливание, и улучшение кровообращения, и обмена веществ. В общем, сплошная польза. Очень популярны по этой причине бассейны. В воде работают все группы мышц, легкие, но важно проследить, чтобы ребенок хорошенько высох, иначе болезни не избежать. В качестве альтернативы подойдет также гимнастика и группа по общей физической подготовке для детей от 4 лет, которые есть во многих оздоровительных центрах. Но важно помнить, что физические нагрузки должны быть дозированы. Переутомление может дать обратный эффект, и в таком случае ребенок болеть не перестанет. Некоторые дети подсознательно используют болезни для привлечения внимания родителей. Если вы вынуждены много времени проводить вне дома, постарайтесь завести правила, которые помогут вам не потерять контакт с ребенком. Например, решите для себя, что к моменту, когда ребенку пора ложиться спать, вы будете дома. Поиграйте в настольные игры или просто почитайте малышу сказку. Придумайте себе ритуал. Тогда вы заметите, что при достаточном контакте с мамой и папой ребенок болеть будет реже. Как только у ребенка начинается хотя бы намек на температуру, многие мамы начинают бить тревогу. Задаривать ребенка подарками, разрешать сладости и потакать во всех капризах. Делать этого не рекомендуется, чтобы болезнь не ассоциировалась у ребенка с развлечениями. Постельный режим, сон, минимум контактов, отсутствие прогулок. Только в этом случае у ребенка не будет стимула болеть. Нет, конечно, он не специально подхватывает вирусы, но если ребенку нравится болеть, то болезнь не заставится ждать. Детский иммунитет нуждается в комплексном подходе, поэтому учитывайте все его основные составляющие. Это и питание ребенка, и активность, и свободное времяпрепровождение. А еще задавайте себе вопрос, а что моему ребенку будет полезнее? И пусть ваш малыш не болеет. Вы смотрели программу «Мое утро», с вами был я, Игорь Рисберг. Желаю вам всего наилучшего. Не переключайтесь, будем смотреть мультфильмы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!